Всем привет! Это новая подборка крутых вещей, от которых ты офигеешь! Это я тебе обещаю! Ну, а тот, кто полностью посмотрит ролик, сможет поучаствовать в конкурсе и выиграть смартфон из этого выпуска абсолютно бесплатно. Погнали! А это резиновый металлический болт. Нет, я не заговариваюсь. Он действительно металлический и резиновый одновременно. Только посмотри, как я могу. Крутяк, да? Но не думай, что здесь все так просто. Болт согнуть не так-то легко, если не знать главного секрета. И это заслуга обычной гайки. Присмотрись внимательно. Когда она находится посередине, болт легко согнуть, а вот передвинув ее ближе к шляпке, он не гнется вовсе. Понял, в чем секрет? А это мой фаворит сегодняшней подборки. Необычная краска для авто. Вот, посмотри, обычная машина, да? Но стоит облить ее теплой водой, как начинает проявляться рисунок. Причем он может быть любым. Мне вот захотелось нарисовать лицо Джокера. А что, нравится мне его персонаж? Но если на капот попадет холодная вода, то все исчезнет. Совсем никаких признаков аэрографии. При том, что она не портит лакокрасочное покрытие. А поэтому друг уже вовсю выпрашивает, чтобы и ему ее заказал. А это устройство для удаления зубного камня. На ручке у прибора силикон. Вторая половина – пластмасса с металлическим наконечником. Нет защелки, постоянно слетает в процессе работы. Прибор маломощный, надеялись на полное удаление зубного камня, но маловато оборотов. Большой придисневой камень не удаляет. Но смог удалить темно-коричневый налет от никотина с внутренней стороны зубов. Не скажу, что это обалденный товар, но хоть какую-то функцию он выполняет. Если хочешь почувствовать себя супер бойцом, то вот тебе костюм Скорпиона из Мортал Комбат. Удовольствие не самое дешевое, но зато какие ощущения. Можно заказать как полный комплект, так и отдельно пояс, черный костюм, накладки на ноги или руки. Сшито неплохо, нет торчащих ниток, присущих китайским вещам. Но ткань искусственная, к телу неприятная и сильно электризуется. Лично я не готов терпеть это ради какого-то там костюма. А это провод для беспроводных наушников. Не волнуйся, я не сошел с ума. Между прочим, удобная штука. Наушники все время вместе и не теряются. Особенно, когда уходишь в отрыв во время бомбического припева. Силиконовый шнурок плотно надевается и не соскальзывает даже при очень активных движениях. Правда, когда его только получил, был слегка неприятный запах. Через пару дней он исчез. Не пришлось даже на балконе проветривать. Я думаю, это очень крутая штука, которой точно будут пользоваться. Чего на Алиэкспрессе только нет. Я даже нашел вот такой электромобиль. Вот это чистой воды женская машинка, ибо я даже не представляю, каким образом туда влезет среднестатистический парень. Но выглядит она миленько. Внутри кожаный салон, электроподъемники, сенсорная магнитола и кнопка запуска. На одном заряде можно проехать примерно 80-100 километров. Потом уже потребуется подзарядка. Из минусов – ограничение скорости до 60 километров в час. А это Bluetooth-колонка из игры PUBG. Она сделана в виде шлема. Сбоку расположены кнопки включения-выключения и USB-AUX-выходы. Комплектация у нее бедненькая, всего кабель зарядки и инструкция. При включении светятся разными цветами, мне даже показалось, что она это делает в такт музыки. Хотя могу ошибаться. И главный плюс колонки шлема – она очень громкая, несмотря на миниатюрные размеры. А это у нас сухой лед. Сухим льдом называют тот самый углекислый газ, который мы с вами выдыхаем, только замороженный. Эксперименты с сухим льдом выглядят как волшебство. Практически все опыты с этим веществом можно провести дома без какой-либо специальной подготовки. Если хранить его дома, то нужен специальный контейнер или сумка-холодильник. Если на улице холодно, емкость можно выставить за окно. Но стоит только бросить его в воду, как сразу же образовывается эффектный пар. Зрелище нереально красивое. Вот к чему, а к микроскопам я не безразличен. А что сделаешь, если мне нравится рассматривать все под увеличением? Особенно если это еще и портативная вещь. Он увеличивает в 120 раз. Работает от обычных батареек типа 3А, которых не было в комплекте. На конце объектива есть небольшой светодиодный светильник, работающий в двух режимах. Он помогает здорово все рассмотреть, но иногда засвечивает всю картину, а поэтому сначала нужно подстроиться и правильно выставить свет. А сейчас приготовься. Серьезно. Сейчас будет один из самых странных товаров, на которые я делал обзор, и это искусственные скелеты животных и человека. До сих пор не могу понять, кому это может понадобиться и, главное, зачем. Выглядит жутковато, и это еще мягко сказано. Мой друг любит такие вещички, точнее, коллекционирует. По крайней мере, скелет паука ему пришелся по душе. Пришло все в обычной картонной коробке, которая сильно помялась во время путешествия. Хотя внутри все целое. А это наушники для настоящего геймера, который знает, как важно услышать все, что говорят эти нубы. Эта модель действительно достойна внимания. Поддерживает проводную и беспроводную систему подключения. Я чаще пользуюсь вторым вариантом, потому что во время игры забываю о проводах и когда встаю, все летит к чертям. Весят они немало, почти 500 грамм. Если играть долго, то уши все же устают. Но час-два в них можно спокойно просидеть, тем более они автоматически подстроятся под голову. А это трафаретная расческа для придания формы бороде. Качество вполне хорошее. Пластик толстый. Просто так не сломать. Штука вроде интересная и с ней проще, но все равно требуется сноровка. Первый раз по трафарету, конечно, кривовато, но вообще штука удобная. Нужно немного потренироваться и ровная линия будет получаться за две минуты, хоть даже с бодуна. Девчонки, ответьте на вопрос, вам нравятся парни с бородой или без нее? А сейчас время для бизнес-идеи. Если давно не можешь найти себе дело по душе, то покупай станок для дублирования ключей и зарабатывай на этом. А почему бы и нет? Но подходит только для создания ключей с вертикальной перфорацией. Плюс еще дополнительно нужно будет закупиться заготовками, так как они не идут в комплекте. Но прошу, будь осторожен, а то рискуешь стать подельником вора-домушника. И если что, я тут не при делах. А это графитовая смазка. Взял ее специально для смазки замков, а то на даче они вечно заедают, и потом пляшешь с бубном, пытаясь их открыть. А папа использует ее для смазки петель против коррозии и замерзания. Пришла она в небольшом пузырьке. Сразу скажу, что это порошок, а поэтому будь аккуратен при использовании, чтобы не получилось, как у меня. Надеялся, что она жидкая, поэтому нажал посильнее, и все разлетелось в разные стороны. Не стоит думать, что я впал в детство. Эту мини-рогатку купил для племянника, чтобы на даче ему было чем заняться, и при этом меня не мучил. Пришла вот такая железная штука, обмотанная бархатным шнурком. Думаю, такое можно легко и самому сделать. В комплекте даже не было резинки. Как стрелять-то? По сути, пришел полуфабрикат, а не рогатка. А это супер мощный фонарик. Во всяком случае, так обещает продавец. Пришел он в пластиковом кейсе, который слегка не выдержал напора почты России и растрескался в пух и прах. Работает в трех режимах. Точечный, мигающий и рассеянный свет. Светит ярко только от сети. От аккумулятора у меня по неведомой причине не работает. К тому же есть проблемы с индикацией зарядки. Всегда показывает четыре лампочки, даже когда он полностью разряжен. Мне кажется, что я никогда не смогу найти нормальную точилку для ножей. Заказал еще один вариант, и когда он пришел, понял. Это извращение какое-то. В наборе с этой шайтан-машиной шло три бруска точила с разной гритностью. Их надолго не хватило. Слишком быстро стерлись, пришлось докупать. В любом случае, эта точилка гораздо сложнее в работе, чем обычные из Икеи. Зато за пару минут из кухонных ножей можно сделать бритвы без преувеличения. Они получаются очень острыми. А этот милый транспорт – мини-экскаватор с большими амбициями. Я почти уверен, что он ничем не уступает большому транспорту. А если говорить о размерах, то этот более компактный, но ужасно шумный. Управляется нетрудно, в основном в работе всего два рычага. Думаю, разобраться с ними не составит труда. Копает неплохо, но если бы зубцы были чуть поострее, дело пошло веселее. Во всем остальном к нему вопросов нет. Ставлю твердую четверку из пяти нашим братьям-китайцам за этого монстра. А это еще один гаджет от китайского гиганта Xiaomi. Пользуюсь этими часами уже почти полгода. Однозначным плюсом могу назвать то, что вы никогда не пропустите звонок, даже если у вашего телефона выключен звук. Уже привык не снимать их даже ночью. Кстати, когда вы спите, часы фиксируют качество сна, продолжительность глубокого и поверхностного сна. Однако, зачем нужна эта информация, остается для меня загадкой. Кто знает, пожалуйста, отпишитесь в комментах. Представляю тебе магнитный пластилин. Но для меня это настоящая игрушка-антистресс. Ты только посмотри, какое завораживающее зрелище. Ой, прости, чуток залип. В целом он очень похож на обычный пластилин. Из него можно что-то слепить, просто растягивать или рвать. Но весь фокус происходит при контакте с неодимовыми магнитами. Это вещество начинает вытягиваться, принимать разные формы. Есть только один минус. Он очень быстро высыхает, и тогда его можно спокойно выбросить. Мама у меня еще тот садовод. На даче у нас не хватает только банановой пальмы для полного счастья. Ну а лунки для всей этой зелени копаю я. То еще удовольствие. Хотя, думаю, ты и сам это знаешь. А тут смотрю, чудо-насадка на дрель. 30 секунд и все готово. Так обещает продавец. На деле все не так радужно. Не знаю, насколько хорошая получится лунка, но то, что ты весь будешь в земле, это точно. Комки-брызги летят во все стороны. А чуть передержав, выкопаешь ямку чуть ли не до ядра земного. Это жидкое охлаждение для смартфона входит в топ покупок на Алиэкспрессе. Приходит в Москву всего за 15 дней. Прям молниеносно. Подходит для любых игрушек и реально охлаждает телефон. Во всяком случае, на моем теле работает на отлично. На вентиляторе есть светодиодная подсветка. Она очень яркая, вечерами я ее отключаю. Единственный минус, когда долго играешь, ну так часа три и больше, начинают мерзнуть пальцы. Хочешь выиграть смартфон Samsung Galaxy A51? Тогда принимай участие в конкурсе. С тебя лайк, подписка, колокольчик и пара комментариев для того, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. И как только мы наскребем 20 тысяч лайков, я объявлю победителя в ближайшую пятницу. Всем удачи, а хейтерам привет! А вот и победитель конкурса из прошлого выпуска. Поздравляю тебя, смартфон твой! Напиши нам в ВК свой адрес и мы отправим его. Ждем тебя!